всем доброго времени суток с вами снова зряк 69 и мы продолжаем серию видео гайдов по модам и сейчас у нас у меня есть для вас несколько новостей и в основном это хорошие новости потому что во первых самое главное и ко мне наконец приехал новый микрофон и качество звука должно быть намного лучше ссылку на микрофон который я выбрал я оставлю в описании видео если вам это интересно если тоже планируете записывать видео там или что-нибудь еще вторая хорошая новость вышел наконец мод модулер поверсию для 110 майнкрафта который я сразу же установил естественно и сейчас гоняю в этом костюме он очень мне нравится еще одна новость это то что он обновился на славка р2 с версии 116 до версии 2 до 8 надо но тем не менее это все не про аплодина g6 что касается аплодина и на g6 он пока еще не обновлялся но помните мы с вами в прошлой серии рассмотрели минимальную версию минимальность возможной сети для работы сундука где использовался вот такой блок приемщик энергии а на самом деле вы можете использовать я сундук а просто вкупе с каким-нибудь генераторами и за нас лакрафт 2 просто поставьте его плотную генератору вставьте у него диск и все это все что вам нужно для работы а далее если у вас есть много вещей хранящихся в сундуке скрафтить допустим а мне сундук или диски к нему вы по какой-то причине не можете или не хотите либо или это просто вот необходимо так например если вы используете мод на бочке где в одной бочке может храниться да там чуть ли не миллион вещей а можно же и больше если меня не ошибает память то в таких бочках даже выгоднее хранить вещи которые скапливаются в огромном количестве например земля если у вас копают и камень если у вас копает карьеры лучше хранить бочках чтобы они не занимали байта в вашей системе а соответственно чтобы не красить лишние диски которые на самом деле таки очень дорогие потому что там куча кварца на них уходит и алмазов вы можете поставить в плотную к кому-нибудь сундуку любому хранилище в общем-то включая бочки вот такой вот вещь м е шина хранения что она делает давайте я вам покажу вот здесь один на один на примере ну допустим вас как эта система отвели от нее кабель хорошо далее есть какой-то у нас сундук в него закладываем какие-нибудь вещи чисто так для эксперимента как же нам сундук то есть какое-то хранилище не за оплает энергистикс присоединить к нашей системе очень просто мы находим вот этот как раз м не импорта а хранения сейчас смотрим 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 вот она по-моему да и с шифтом приступим ее к нашему сундуку в принципе все этого достаточно но если у вас в системе то есть если как провод и шина то как вы увидите то в принципе то что у вас хранится в этих двух сундуках это же не не сундуки а по это же энергистикс у них нету такого терминала как у этих сундуков сверху да как посмотреть теперь в этой системе каких меня сами вещи да очень просто берете крафтить вот этот м а терминал атаку у него правда и ставить его на какой-нибудь провод любое место допустим сюда поставили терминал нажимаем и все теперь мы видим все что хранится у нас в этой системе где нету вот этого центрального ядра то есть тем не контроллера минимальными минималистическая система которая используется сундуки из каких-нибудь других модов или из майнкрафта обычного пожалуйста то есть мы можем доставать оттуда вещи как вы видите они пропадают и обратно их ставку и выжить их обладно обратно вот в принципе такой вот простой способ хранить вещи кстати да еще одно добавление если у вас состоит солнечная панель и есть мне сундук то смотрите как получается глупо мы сможем только по два яблока по два предмета оттуда доставать и туда же складывать только по два предмета почему так происходит солнечная панель вырабатывает одну единицу энергию все за тик что равняется двум единицам энергии оплаты на жизнь x а вот это тот 4к ячейка она тратит энергию до самого по себе и сам сундук тратит одну единицу оплаты на жизнь x энергии в зате получается что мы как бы впритык подходим к генерируемой солнечной панелью количество энергии можно это исправить просто добавив какую-нибудь другую солнечную панель или просто поставив другой генератор ну вот например ставим еще одну солнечную панель и что мы теперь сможем мы теперь можем брать по 40 предметов если поставить еще больше то эффект не изменится вот например берем гетермальный генератор он уже генерирует довольно таки много энергии туда кладем капсулы с лавой должно быть достаточно энергии казалось бы чтобы брать сразу поставку но мы все равно будем брать по 40 это особенности работы сети в которой нету мне контроллера собственно вот такая базовая мощность может так сказать есть у ами сундука увеличить доставание так сказать из системы предметов можно за счет специальных шин о которых мы поговорим в новых видео а с вами был задиак 69 я надеюсь это видео вам кажется полезным воспит подписывайтесь оценивайте ставьте лайки комментируйте комментарии ваши считаю и увидимся с вами в новых видео всем пока удачи